Но и волне с городом. Радио. Болтком. Добро пожаловаться. Я хотела спросить... Вы слышите меня, да? Да, да, Владимир, у меня такой вопрос. Я хотела задать вам вот один вопрос. Здравствуйте. Я по такому поводу... Каждый понедельник. По сути вашего вопроса первое. Пожалуйста, да, ответьте на вопрос, почему такой закон принес? Это уже не соблюдение строительных нормативов. В 10 утра. Господин Сидорко, не могли бы вы разъяснить проблему проверки счетчиков? Здрасте. Вот вопрос такой. У нас два подвала идут параллельно, да? И два входа в них. Обстоятельные ответы... А как? Вы не могли бы нам посоветовать... Я могу очень коротко сказать, что... Мы коммунальные вопросы. Очень сложные вопросы. Это вопрос, наверное, не Дома управления и даже не жильцов. Я понял вопрос. Спасибо. В законе написано очень четко. Председатель правления Центра собственников квартир Сергей Сидорко. Вопрос. У меня был господин Сидорко. Я могу его задать? Не было ни одного случая, когда долги приступили. У меня к вам вопрос. А к кому вы хотите предъявлять претензии? В программе Добро пожаловаться. Ну, таков наш закон. О наших законах, о нашей жизни поговорим сейчас. Всем здравствуйте. Олег Пек в студии. Начинается программа Добро пожаловаться. С нами на прямой связи председатель правления Товарищества Центра консультации собственников квартир и председатель кооператива БАК-2 Сергей Сидорко. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Да. Ну, и будем надеяться, что к нам присоединится еще один эксперт, Айвар Гонтарев, эксперт с опытом организации руководства частных и муниципальных домоуправлений, в том числе и Рига Снаму Парвалдникс. Еще раз напоминаю, в контакты, каким образом средства связи с нами можно общаться, задавать вопросы. Во-первых, звонить в студию по телефону 67-212-93-9-67-213. И есть еще один способ связи, это через СМС. Пишите нам, ну, вот не прямо на СМС, а через Ватсап. В Ватсапе номер 2-3-0-6-1-9-1-2-3-0-6-1-9-1. Мы получаем все ваши вопросы, обязательно их озвучиваем. Вот у нас с прошлой программы осталось несколько неотвеченных вопросов. Я с них, наверное, и начну. А пока вот наши слушатели могут уже готовить свои вопросы. Вопрос номер один. Квартиру затопили сверху, жить в этой квартире невозможно. Получилось так, что квартира закрыта полгода до ремонта. Никто в этой квартире не живет. Должен ли хозяин квартиры оплачивать электроэнергию подъезда и вывоз мусора? Да, должен. То есть короткий? Дело в том, что, во-первых, оплата мусора зависит от того, как приняло решение дом, по каким параметрам. Если бы у вас дом принял решение о том, что мусор оплачивается пропорционально количеству квартир или зарегистрированных персон или по площади, то в этом случае вы должны оплачивать, потому что эти затраты относятся к затратам на общие нужды. То есть если вы лично не выносите мусор, то общий счет становится меньше, потому что мусора вывозится меньше. Так условно это звучит. То же самое касается освещения или электроэнергии на общие нужды. Ведь когда мы говорим об электроэнергии на общие нужды, там не только освещение, там и работа системы отопления, системы повышения давления холодной воды и так далее. Это все затраты, необходимые на функционирование вашей недвижимости, независимо от того, живете вы там или нет. Поэтому это все придется оплачивать. Можно ли, если действительно человек не живет полгода, обратиться в Домоуправление, предоставить какие-то справки, а как это доказать? Как доказать, что человек не живет в квартире, не сдал ее, не заезжает? Понимаете, обратиться можно, но еще раз подчеркиваю, договор заключен от имени собственников квартир всего дома, с компанией по вывозу мусора и с компанией по поставке электроэнергии. Поэтому оплачивает целиком весь дом, здесь исключений быть не может. Более того, правила Реческой Думы говорят о том, что каждый собственный квартир должен обеспечить вывоз мусора. То есть, в первую очередь, каждый собственный обязан через Домоуправление заключить договор с компанией по вывозу мусора и обеспечить, чтобы мусор регулярно вывозился. Здесь отделиться одной квартирой невозможно, юридически невозможно. Поэтому, живете, не живете, вы должны обеспечить функционирование этих мусоров. Еще один вопрос, который пришел вот нам как раз по WhatsApp, я напомню номер 2-3-0-6-1-9-1. Вопрос такой, квартиросъемщик подал заявление в Латвии с газа на подключение газа в квартире. Через какое время ему должны подключить в этой квартире газ? Потому что семья живет без газа уже почти месяц и готовить пищу нет никакой возможности, как по закону. Ну, здесь мне очень трудно ответить, почему квартиросъемщик или собственник. Две разные вещи. Если это квартирная собственность, то обращаться в Латвию с газой должен не квартиросъемщик, а собственник. Это первое. Второе, а почему там был отключен газ? Тут надо смотреть в историю вопроса, так на этот вопрос ответить невозможно. Понятно. Еще тут, по-моему, оставшиеся с прошлой программы вопросы. В списке должников Рига Силтумс есть дома Рига Снамо Парвелдник с долгами более 2000 евро. Отопление у них уже с 22 сентября, а вот есть дома с долгом в 100 и 200 евро, но у них из-за долгов отопление еще не подключено. Оба дома обслуживают РНП. В первом есть горячая вода от Силтумса, а во втором стоят газовые колонки для подогрева воды. От чего зависит подключение домов, спрашивает слушатель. Только от того, насколько я знаю, чтобы заявиться. То есть должна быть заявка и запущено отопление. Как я понял, что Рига Силтумс уже две недели назад сообщил о том, что она подключает всех без исключения, независимо от того, есть долги или нет. Так что здесь надо обращаться в Рига Силтумс, почему Рига Силтумс, почему Рига Силтумс, почему они не подключают дом. Тут еще продолжение вопроса. Почему жильцы должны отвечать за долги, если им даже не сообщили, что у дома есть задолженность по отоплению? Общий долг дома в квитанции есть, но конкретно долг по отоплению неизвестен. Неужели для этого каждый житель должен отслеживать на сайте Силтумса вот эту информацию? Ну, мне трудно ответить. Это вопрос коммуникации между управляющим и собственниками квартиры. Это первое. Второе – это выбор качественного управляющего. Если вы недовольны действиями управляющего, то, наверное, надо обращаться к управляющему и принимать соответствующие меры. Что здесь скажешь? Конечно. Кто что сообщил, кто кому сообщил, кто не сообщил – это вопрос коммуникации между домоуправлением и собственником. И ответственность, в первую очередь, управляющим. Ну, понятно. Ну, и, по-моему, вот я не помню, мы отвечали на этот вопрос или нет. Тут возмущаются коммуникации. Почему невозможно связаться с РНП или Силтумсервис, невозможно отправить заявку по электронной почте? А, нет, как раз у слушателей нет возможности отправить заявку по электронной почте. Проблема с интернетом. Вот в РНП только один платный телефон и один электронный адрес на все случаи жизни. И время ответа – две недели. Вот нужно ждать. Тут, наверное, бы… Айвер Гонтерев мог бы ответить? Ну, тут это просто. Мы уже проходили передачу этот вопрос, как и послушение к теплу, это политический вопрос, так и вот… Телефон платный, неплатный, насколько быстро поднимается трубка, насколько быстро идет реакция на заявку клиента. Это чистая политическая компания, да, это отношение клиента. Вот еще. Ну, мне нравится что-то менять в своей жизни. Ну, если вас мучает год, два, три, четыре, пять, сколько долго можно мыть? Можно что-то поменять? Наверное, чтобы больше не мыть, чтобы был кто отвечает, был кто решает ваши вопросы и все. Все просто. Ну, я бы добавил здесь еще один момент, что это, наверное, общелатвийская тенденция. Попробуйте дозвониться до Латвии, с ГАЗа, Латвя Энерго и других солидных организаций. Вы тоже послушаете в течение часа музыку и вежливое сообщение, что операторы в течение часа все заняты. Иногда просто можно поставить на принцип, и, как правило, у всех этих и аналогичных учреждений платные телефоны. Так что это, по-моему, еще, кроме плохой коммуникации конкретного предприятия, это еще и общая тенденция. Вытеснить всех в интернет. А какая разница между интернетом и личным общением? Почему выгоднее государственным структурам общения в интернете? Дешевле, да. Сергей, да, именно так, потому что я знаю, что, например, те же самые литовские компании, они, например, в листве, они просто закрыли все свои пункты по обслуживанию клиента. Почему? Потому что четко посчитали, сколько уходит времени на обслуживание клиента, если клиент просто приходит, если клиент звонит, и если клиент отправляет электронную заявку. Сколько уходит времени на обработку этой заявки, на обслуживание клиента, и потом уже на действие. Знаете, как так? Каждая коммуникация подбирается, наверное, по какой-то ситуации. Мы помним, когда в Риге была реформа с обслуживанием на Риге с сервисом, и было, допустим, множество ошибок, был в полной бардаке, тоже лично спрашивал писать мне, и не звонить, но писать на мой личный вот имейл, потому что таким образом я только смог обработать за два года один тысяч заявок. Если бы я каждого клиента, например, принимал лично, но я бы не смог это сделать. Я потом был в такой кризисной ситуации, кризисной ситуации еще раз, да, когда должно быть тепло и не тепло, но таким образом поступить. Я спрашивал своих клиентов, вот, пожалуйста, будьте максимально короткий, где, в какой квартире, что, если еще больше, и в какой комнате, в каком стоянии, ваш телефон, и номер квартиры, все, да. Ну, это только лишь про какой-то кризисный менеджмент, это не про нормальное обслуживание клиентов. Ну, вот, сейчас все уходит в электронную среду, и здесь Сергей абсолютно прав. Главный фактор – это деньги. И до управления уже множество, они посчитали, сколько уходит время на личный объем, что они вот этим временем хотят по-другому распоряжаться. Вот это вопрос политики, как устроена компания. Да, если компания устроена таким образом, ну, ничего ее не поменяют. Я напомню нашим слушателям, что можно не только писать, но и задавать вопросы лично по телефону 67-212-93-9, 67-213-93-9. На ваши вопросы будут отвечать Айвер Гонтарев, эксперт с опытом организации руководства частных и муниципальных домоуправлений, в том числе ИРНП, и Сергей Сидорко, председатель правления Товарищества Центр консультации собственников квартир, и председатель кооператива БАК-2. Спрашивают нас следующий вопрос. Как ознакомиться с делом дома, если управляющая компания под разными предлогами не предоставляет это дело к проверке? Какой порядок проверки дела дома под назором представителя УК в отдельном помещении, время проверки 10 минут? В каких случаях домоуправления могут не предоставить ознакомиться в рабочее время? Можно ли запросить выписки из дела дома? Ну, отвечу так, что в этот порядок, когда говорим в законе об управлении жилыми домами, там сказано четко, что управляющий должен предоставить любую информацию, которая должна содержаться в деле дома, для ознакомления собственников квартиры. Здесь препон не может быть. Порядок ознакомления очень простой. В принципе, поскольку большая часть документов так или иначе содержит персональные данные, поэтому просто отдавать выписки или делать выкопировки из этого дела дома никто не будет, не должен. Порядок ознакомления очень простой. Вы подаете заявку на то, что вы хотите ознакомиться с делом дома, вы должны указать разделы документов, с которыми вы хотите ознакомиться. Управляющий обязан вам предоставить возможность ознакомиться с этими документами. Вы, приходя к управляющему в назначенное время и в назначенное место, в первую очередь расписывайтесь, что вы ознакомливались с такими-то, такими-то местами дела дома, и после этого вам должны беспрепятственно предоставить документы для ознакомления. Это все, здесь никаких других ограничений быть. Спасибо, у нас есть звонок, здравствуйте. Добрый день, спасибо, что приняли звонок. Посоветуйте, пожалуйста. Наш дом деревянный, 10 квартир находятся на Лачплише. Сделали проект с большим трудом, подали в Алтум, Алтум принял. Смета на весну этого года составляла 200 тысяч евро на 10 квартир, уже много. Сейчас цены изменились, что по работе, что материалам, то есть, ну, еще дороже будет. Сейчас подали проект на то, чтобы организовать тендер, чтобы появились строительные компании, которые хотели бы взять. И здесь столкнулись с такими трудностями, что нет такого, чтобы стройкомпании стояли в очередь на реновацию нашего дома. Более того, когда они узнают, что Алтум, они сразу начинают так потирать руки, что, мол, еще дороже, можно как бы заломить цену. Но очередь тоже не стоит. Люди как-то так из строекомпании позванивают. А, ну да, ну может быть, что-нибудь напишем. Люди продолжают сдавать деньги в ремонтный фонд, и это составляет половину квартала. То есть, квартира доплачет еще порядка от 50 до 115 евро. И чем больше мы сдаем, тем меньше реальных денег на нашем счету. Потому что инфляция раз, и цена два. И сейчас так получается, что в среднем квартире надо будет заплатить на порядке 35 тысяч евро, чтобы реновировать крышу, фасад соколь на деревянном 10-квартирном доме. И, похоже, мы в тупике. Посоветуйте, пожалуйста, что-нибудь. Спасибо, хорошего дня всем. Спасибо. Сложно. Сложно что-либо посоветовать, потому что со строителями вообще беда. То есть, строителей просто нет. И сколько я не пытался публиковать там даже на гораздо более мелкие ремонтные работы, отклика нет никакого. Мне трудно что-либо посоветовать. Единственное, что я скажу, конечно, нужно форсировать процесс закупки. И вы абсолютно правы, что сейчас инфляция идет такая, что гораздо выгоднее использовать кредит, нежели накапливать собственные деньги. Никогда ты не угонишься со своими деньгами за ростом цен. А дальше, не знаю, может, а я вам что-то сказать. Да, здесь просто несколько факторов всей этой ситуации. Во-первых, нужно четко понимать, что еще, скажем так, что является слабыми местами, главным слабым местом домом. Если, например, сразу весь проект о реновации не поднять, из-за таких обстоятельств, нужно начать ему претензии еще раз по самым больным точкам в доме и тогда просто взвесить. Я говорю, просто взвесить. Что выгоднее? Выгоднее вот так один раз целиком, что обычно так и есть. Но бывает при таких нестандартных домах, как вы только что упомянули, что вот нужно взвесить. А действительно ли половину от всех денег, от 200 тысяч, то осталось. Действительно это так. Просто посмотреть всю математику. Может быть, восстановление дома можно переставить не на вот таким образом сделать все, а постепенно через софинансирование Рижской Думы. Что-то через алфавру комбинировать. Что-то через софинансирование Рижской Думы, чтобы шаг за шагом до 50% софинансирования это все же восстановить. Потому что, напомню, в Рижской Думе есть две программы. А нас пора, чтобы новая, новая просто будет, предотвратить аварийную ситуацию, то есть здесь все плохо, да. Вторая тоже по энергоэффективности. И третья еще новая есть программа Валпус сейчас, это просто заем. По такие условия, когда банк не выдает заем. Второй вопрос, это выбор строительного, и вообще специфика этого строительного сезона, какая была. Мы тоже наблюдали всякие ситуации, где жители договаривались с строителями в начале года, потом пошел бум и цены вверх, и уже непонятно было, так как все выполнено. Из этого, если вы сейчас делаете тендер, на данный момент, ну, в основном, строительство заканчивает свою работу. Те, которые они обещали сделать в этом году, им тоже довольно-таки проблематически сейчас переключаться на новый объект, так как у них сроки уже горят. Уже здесь ситуации прогорели. Из этого, ну, понимать, что такое, что является составом работы, если вы хотите вот так сразу одним махом сделать, дает ли это свое эффективность, и тогда все взвешивать, да, и шагом просто идти вперед, если тебе, как говорил, ну, нужно смотреть, что дают на данный момент, хоть один-два строителя, если на них можно положить, и тогда взвешивать, с ними эти вперед, да, потому что дома в центре, у них есть связь с техниками. Ко мне тоже обратилось, что буквально пару недель обратно один дом в сложный центр, который тоже получил программу «Алтумб». И, ну, можно продолжение этого проекта по программе «Алтумб», она не имеет под собой какое-то финансальное уже стабильное решение, потому что выполнять, какие-то дела для дома, которые фундаментом, укреплением, перекрытием и так далее, то есть другие, другие, а на это «Алтум» как бы, ну, это не входит до формулы энергоэффективности, а на это такая «Алтумб» программа, это то, игра с показателем. Проходит программа или не приходит? Из-за того, чтобы она прошла, вы как бы должны делать дома такие вещи по энергоэффективности, которые, может быть, они всегда, может быть, не нужны, но, может быть, они не первозначительны, скажем так. Это не самое важное, что является в данный момент самое важное для этого дома. Так что, раз уже у вас затянулось, тогда вот пересмотрите по-быстрому все, что нужно сделать, что не надо, что можете успеть в тех предложениях, что вам дают строители, а что не можете посмотреть, может быть, и другие решения, можно сказать. Я напоминаю, телефоны в нашей студии 67212-939-67213-939, кто-то дозванивался, дозванивался, вот как-то вдруг перестал звонить, перезвоните, вот, в принципе, не теряйте надежду, мы всегда принимаем звонки, просто хотелось, чтобы Эвергонт закончил все-таки отвечать на прошлый вопрос. Ну, а пока вот информация действительно такая тревожная, что в этом сезоне планируется, что в Риге расходы на отопление в расчете на одно домохозяйство могут вырасти на 40%, это вот предположение, которое сделал представитель управления столичного предприятия Рига Силтумс, Нормун Талцес на заседании под комиссией, и вот эти все расчеты, в принципе, говорят о том, что с 1 ноября цена увеличится до 66 евро за мегаватт-час, и вот сообщается, что такой цены раньше никогда не было, и это все, конечно, объясняется подорожанием энергоносителей. Насколько действительно ситуация такая критическая, и что делать, если, ну вот вдруг эти рост цен окажутся неподъемным для каких-то домохозяйств? я скажу так, господин Талцес знает, что говорит, он, я думаю, даже знает больше, чем он говорит, и 66 евро это, по-моему, цена без ПВН, которая с 1 ноября предполагается, то есть еще добавьте ПВН, так что тяжело будет, с точки зрения цены образования и стоимости отопления будет тяжело, все, конечно, очень сильно зависит от погодных условий, что будет, зима какая будет, но на самом деле здесь вопрос другой, как население справится с платежами, цена-то вырастет, это уже даже не обсуждается и не о чем думать, а вот как население удастся справиться с платежами, это очень большой вопрос, чем это закончится кризис. Проблемы, я предполагаю, что, скорее всего, проблемы будут, это первое, второе, что делать, это уже поздно думать, что делать, надо было думать 5-6 лет назад, что делать, когда были открыты широко доступные программы в инновации, когда мы с вами все время говорили о том, что нужно утепляться, нужно улучшать и модернизировать системы домовые, а нам очень многие оппоненты говорили, что все равно цены подают, ну вот дождались, цены сейчас подают, я скажу сразу, что в реновированных домах потребление тепла было примерно в два раза ниже, чем в нереновиках. Соответственно, даже при таких высоких ценах они будут платить в два раза меньше, чем дома нереновиках. И когда мы говорим о стоимости тепловой энергии, мы как-то забываем, что это не только отопление, но это еще и горячая вода, которая будет стоить тоже очень дорого. но надо к этому готовиться, значит, надо экономить кто как может. Другого варианта не будет, или платить, или экономить. А каким образом можно регулировать, потому что в европейских странах там очень многие домохозяйства отключают, например, или снижают расход батарей, прикручивают их, где-то выключают их вообще на ночь, предпочитая ночью обходиться, просто утеплиться, спать в теплых вещах, но не включать отопление ночью. Ну, насколько я наслышан, есть европейские страны, где жилая площадь и в частных домах, и в арендных домах резко сокращается на отопительный сезон, как вы сказали. То есть, закрываются определенные помещения, они замораживаются и до весны. Без этого всякие способы есть. Технология регулировки подачи тепла по квартире такая доступна в Латвии, это тоже можно сделать, это не проблема, и это сделано вместо достаточно большого количества домов. Вопрос в том, какую температуру вы будете поддерживать, то есть, по всем правилам, минимальная температура для жилого помещения 18 градусов, но можно держать 16, можно держать 15, но насколько это можно выдержать, я не знаю, можно не пользоваться горячей водой. Здесь, вы понимаете, а если говорить о том, что как можно так не в ущерб комфорту, просто оптимизировать это, очень тщательная настройка теплоузла, ведь у нас теплоузел имеет автоматику, и они сейчас очень хорошие, ну, такое довольно обширное программное обеспечение теплоузла имеет, и там можно настраивать разнообразные графики отопления, то есть, в течение дня менять температуру в зависимости от предпочтения собственников квартиры, шли люди на работу, снижаем температуру в доме, пришли с работы, повышаем, ночью снижаем, в какой-то момент может быть даже и вообще отрегулировать, чтобы не подключалось в переходные периоды. Это с отоплением более-менее регулируемо, хуже с горячей водой, дело в том, что в целях борьбы с солмонеллой, не с солмонеллой, извините, с болезнелью гионеров, вот есть такая фенечка у нас, нас заставили поднять температуру горячей воды необоснованно высоко, мы должны держать ее на выходе из теплоузла 57-58 градусов, это достаточно бессмысленно для многоквартирных домов, потому что на выходе-то она имеет такую температуру, но до квартиры такой температуры доставить воду нельзя, поэтому трубы не дезинфицируются и ничего такого полезного не происходит, но вот это заставили, это сразу перетоп на горячей воде довольно существенный, процентов 20-25, и мы сейчас необоснованно сжжем горячую воду только для того, чтобы якобы избавиться от легионеллы, хотя ее существование, ну так я бы сказал, и опасность не сильно помоет. Я напомню, телефоны в нашей студии 67212-93-9, 67213-93-9, есть еще у нас несколько минут в программе, чтобы ответить на ваши вопросы, на которые будут отвечать Сергей Сидорко и Эвергонтерев, эксперты по обслуживанию домов, и если у вас какие-то проблемы, вы можете позвонить, поделиться этими проблемами, своими мыслями и какими-то, может быть, вопросами, на которые они могут ответить. Пока, вот, может быть, еще раз обратимся к теме сортировки мусора, сообщается, что в Риге установлено больше тысячи контейнеров для биоотходов, уже там 1143, если быть точными и ну вот активно говорят, что сортируют жителей Земельского района Витземского предместе вместе с тем, в общем, насколько это помогает или усложняет, вот насколько снижает, поскольку растут стоимость вывоза мусора, вот эти, ну, вот сейчас у нас есть звонок слушателя, сначала примем его. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Я хочу задать вопрос нашим экспертам. Скажите, пожалуйста, есть ли у нас какая-то надежащая компания, контролирующая за работой Ригас Силтунс, Ригас теперь сервис Силтунс, потому что целую неделю после того, как у нас подключили радиаторы, у нас холодные батареи. Я звонила неоднократно в Ригас Силтунс сервис, в Ригас нам парвалде, даже в Рижскую думу звонила, но, как говорят, ничего, в общем, не сдвинулось ничего с места, радиаторы как были холодные, так они остались, причем в доме, это бикернику 218. Есть какая-то набирающая, потому что я звоню все время только эти, которые на телефоне сидят, информаторы, они говорят лаби нодосим информацию, лаби нодосим информацию, все это повторяется целую неделю, весь нодосим информацию, инвент настрада. Есть кто-то, какая-то организация, которая может повлиять на вот эту организацию, что в конце концов нам дали отопление, ведь будут с нас деньги за отопление по полной стоимости. Спасибо. Будьте добры, или нажмите номер квартиры и номер своего телефона, или же наберите мне после, конкретно вашим попробуем помочь. Эвер, просто человек отсоединился, а можно тогда вы продиктуете номер для женщины свой? 2-9 2-9 5-7 6-6-3 Я просто зафиксировал что-то бительное ку-218 мне нужно также номер квартиры и телефонный номер. Кто набирает, он набирает РНП. РНП получается компания вашего дома и из этого РНП нанимает тех, кто будет обслуживать теплостей. Так что здесь по терапии получается так, что есть РНП, но у РНП есть управление, также есть объект сейчас, есть и функционный директор города Риджи. Так что полная терапия. У нас между тем звонок, здравствуйте. Доброе утро. Меня все время беспокоит такой вопрос, вроде в Латвии рядки гидроэлектростанций, это внутренние которые, потому что вода подорожала, что электричество выскочит, и они больше, чем наполовину себя обеспечивают. И опять же, как прямой контракт с Россией на газ, влияет на цену в Голландии. Вот этого я никак не могу понять, когда с газа там все вот это говорят, что поднялась цена. Цена-то осталась старая, нас просто дурят. Вот объясните это, пожалуйста. Спасибо большое. Ну, я не возьму собой объяснить не в моей компетенции. Я работаю уже с готовыми ценами. Наверное, это немножко радиослушатели, надо в другую программу обратиться, где эксперты по формированию ценных энергоносителей. находятся. Ну, да, здесь уже были всякого рода интервью именно с сотрудниками и экспертами именно энергетики, которые рассказывали и разобрали вопросы. Мы не эксперты по энергии на электроэнердии, а по газу. Как тебе уже говорил, мы работаем с тем, что является охотничным результатом. Еще один звонок. Здравствуйте. Извините, пожалуйста, это опять Зинаида. Я только что звонила. я не услышала, во-первых, телефон, да, и можно тогда пусть запишет господин мой телефон бонус. Да. 2-6-8-2-7-9-7-9. Викернику 218. У нас холодный весь дом. А номер квартиры? 11. 11. 11. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо. Всего доброго. Спасибо. Да, теперь вот есть полная информация. Да, я вот тогда вернусь к своему вопросу, насколько вот эта сортировка мусора и контейнеры для биоотходов могут каким-то, каким образом снизить общие затраты на вывоз мусора и в принципе вот если получается, что мы стекло в один контейнер, пластмассу в другой, биоотходы в третью, что тогда в принципе нужно класть в наш контейнер, за который мы платим? Ну, все то, что не попадает в сортированный контейнер. Давайте говорить так, что по сортировке есть контейнеры для картонной упаковки, то есть картон, бумага, полиэтиленовые и PET-изделия, они не сортируются, это все в один ящик, стекло идет в отдельный ящик. Ну и биоотходы, что такое биоотходы, мне трудно сказать, либо это пищевые отходы, либо сейчас вообще, насколько я понимаю, проектируется, что запретить вообще куда-либо сдавать листья и растительный мусор, который идет с газонов, а только исключительно в контейнеры для биоотходов, но сбор биоотходов не сокращает затраты населения, потому что это платная услуга, если картон сортирован, вот эти сортированные стекло и картон вывозятся на сегодняшний день типа бесплатно, хотя им компенсируются из бюджета деньги, как, ну да, посредствующие нодушные, то биоотходы за них надо платить, правда там уверяют, что на 2-3 евро меньше за контейнер, чем просто так, но мне очень трудно представить, как это все организовать, куда разместить биоотходы, которые потенциально могут издавать неприятный запах, как часто их надо вывозить, как часто их можно вообще заполнить, это все вопрос открытый, и вопрос с биоотходами, это больше вопрос того, что мусорообслуживающие компании пытаются оптимизировать свои расходы, потому что не дай бог там при сортировке мусора попадают биоотходы, и поэтому весь мусор, ну вы сами понимаете, он становится таким, не очень приятным, но на самом деле я бы сказал так, что в Риге никто не думает о оптимизации сбора отходов, никто не думает о грамотной сортировке, все эти проблемы перекладываются тупо на плечи населения, поставьте у каждого дома 4 контейнера, сами сортируйте, сами оплачивайте, а мы будем бороться за зеленую зону, так это называется, потому что ну нельзя у каждого дома устраивать мусор, сейчас у нас всеми постановлениями Рижской думы заставляют у каждого дома выставить 4 контейнера, обязывать, чтобы это было, и чтобы мы все это, чтобы жители это все собирали, люди достаточно сильно противятся, к сожалению, это не так, наверное. Ну да, потому что если контейнер все-таки большой, заполняться он будет не за один день, получается, что эти все биоотходы будут гнить и издавать неприятный запах, это будет, если стоять возле дома, вряд ли этому жильцы будут очень сильно рады, и как-то ситуация какая-то тупиковая. Нет, ну почему, они будут благодарны, особенно те, кто живут с окнами, которые выходят на эти контейнеры, наверное, они кому-то будут благодарны за такой повышенный комфорт, на кого это раздражение выплеснется, на нас или на политиков, еще вопросы. Звонок, наверное, уже последний, здравствуйте. Доброе утро, скажите, пожалуйста, а вот наполнители кошачьих лотков, это биоотходы или куда они относятся? Спасибо. Ну, почтение практически наверняка не биоотходы. Если вы из биоотхода, если, скажем, наполнители, вы выделите фразу, то, что биологически выделила ваша кошка, то это биоотходы, а сам наполнитель, он же связывает биоотходы. Вопрос такой, больше с юмором. Да, ну и что, наверное, на этом мы будем уже заканчивать, потому что время завершается. Я благодарю наших сегодняшних экспертов, председатель правления товарищества Центр консультации собственников квартиры, председатель кооператива БАК-2 Сергей Сидорко и эксперт с опытом организации руководства частных и муниципальных домоуправлений Авер Гонтарев отвечали на ваши вопросы. Спасибо большое, до следующего понедельника. Я нашим слушателям напомню, что можно присылать заранее ваши вопросы на WhatsApp 2-3-0-6-1-9-1. Передачу провел Олег Пеков. Всего доброго, до свидания. До свидания. До свидания.